Шалом и добро пожаловать на Веагавта Израиль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим объяснительным учением из Библии. Доктор Барух, старший лектор в Институте Зера Авраам, расположенном в Израиле. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Хотя все курсы преподаются в Институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском. Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт, адрес которого вы видите на экране. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Сегодня мы начинаем со слова, и это слово «зависимость». Понимаете ли вы свою полную и абсолютную зависимость от Бога? Что ж, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, которую мы будем изучать в течение следующих нескольких недель, говорится о зависимости людей от Бога. Почему я это говорю? Потому что в этой главе народ Божий назван овцами. Если вы что-то знаете об овцах, то знаете, что они нуждаются в помощи. Одни они не могут. Им поистине требуется пастырь. И если вы мудры, то вы поймете, что очень сильно нуждаетесь в том, чтобы Иешуа был вашим пастырем. Если же нет, и вы будете жить без него, что ж, результат будет катастрофическим. Возьмите Библию и откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 10 главу. Евангелие от Иоанна, глава 10. И это одно из славных мест Писания. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Потому что здесь Иешуа показывает свою любовь, и не только любовь к своему народу, но также и свою верность ему. Мы можем быть уверены, что когда мы, овцы паства его, мы можем быть уверены в том, что он будет наблюдать за нами. Он будет нашей защитой. Он будет тем, кто будет печься о нас. Итак, посмотрите вместе со мной, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 10 главу, 1 стих. Мы читаем здесь «Аминь, аминь». Так тут буквально и сказано, просто еврейское слово переведено на греческий и передано так, что произносится, как и еврейское «Аминь, аминь». И это слово связано с истиной. Потому и сказано «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, то двор и разбойник». Обратите внимание на пример, который Мессия приводит здесь. Он говорит о дворе овчем. Это место, двор овчий, место безопасности, но жить там нельзя. Понимаете, овцы проводят там ночь ради безопасности, но затем, на следующий день, они должны выходить, чтобы питаться, жить и иметь жизнь. Это важно, потому что он использует этот пример, чтобы научить нас понимать нашу жизнь, что нам надо пережить, а мы не можем переживать эти вещи сами по себе. Если овца без пастуха, что ж, лишь дело времени, когда с ней приключится беда. Итак, продолжим. Посмотрите снова. Читаем снова. Он говорит тут «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, то двор и разбойник». И обратите внимание на два слова здесь. Вор — это тот, кто хочет взять чужое. И разбойник, он желает сделать то же самое, но разбойник — это тот, кто использует для этого силу. Разбойное нападение в большинстве стран, вы знаете, военный грабеж — это когда что-то отнимают силой. Не просто крадут, а отнимают силой. Обычно грабеж сопряжен с травмами. Итак, есть ли тут некто, кто хочет что-то отнять у нас, и при этом он готов нанести нам травмы? Итак, есть тут некто, кто хочет что-то отнять у нас, и при этом он готов нанести нам увечья. Иначе говоря, есть угроза овцам. А какова тут мудрость для нас в этом? Очень просто. Очень многие люди проживают свои дни, не осознавая, что у них есть враг. И враг этот хочет отнимать. И поэтому так часто люди чувствуют пустоту. Есть такая глупость. Люди думают, что если они приобретут хорошую систему безопасности, вы знаете, ходишь по разным районам и видишь высокие заборы, видишь камеры наблюдения, видишь системы безопасности, эти люди нанимают охранников из агентства. И для чего они все это делают? Чтобы не понести ущерба. Но вот в чем тут глупость. Они охраняют свои земные сокровища, но вообще не думают о сокровищах небесных, о сокровищах Царства Божьего. Они не стараются собрать их и не хранят те, что у них есть. Они не задумываются о том, что враг хочет украсть у них те или иные вещи. Поэтому Мессия здесь говорит, что есть враг, и это серьезный враг. Его неизменное намерение красть у нас, даже если при этом надо будет нанести нам травмы. Итак, взгляните снова, тут сказано, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ну а овцы, как я сказал, без пастыря, что ж, они будут мертвыми овцами. Они будут такими овцами, которые станут легкой добычей для врага, и его конечная цель отнять не принадлежащие им, а саму их жизнь. Помните об этом? Отнять жизнь. Есть тот, кто хочет отнять у нас жизнь. А почему это важно? Что ж, продолжим читать. Он говорит, что входящий дверью, правильным путем, он есть пастух овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. Чьего голоса? Голоса пастыря. И вот мы видим, что Иешуа говорит нам сейчас. И вот, что он говорит. Овцы должны слышать, и не просто слышать, но и различать голос пастыря. Если нет, если они не знают голоса пастыря, тогда они пойдут за любым, даже за этим вором и разбойником. Хотя овцы не самые умные животные, они достаточно мудры, чтобы слушать и различать голос пастыря. Итак, вы читаете здесь о пастухе. И что он здесь делает? Он входит, предверник тут же отворяет ему, и овцы, они слышат его голос, и он зовет своих овец по имени. Итак, не только овцы различают пастыря, но и пастырь знает каждую овцу и дает ей имя. А почему это важно? Что ж, имя синонимично характеру. Итак, вот что здесь говорится. Этот пастух, он знает характер каждой овцы и призывает их согласно их характеру. Позвольте мне привести вам традиционное понимание этого. Мы приближаемся, когда записываем это учение, мы приближаемся к Песоху. И Песох в течение вечера Седера, когда мы читаем о году, пасхальную книгу, в ней есть чудесная история, историю, которую мы рассказываем. История о четырех сыновьях, и четыре эти сына очень отличались друг от друга. Отец, он с каждым из них говорит по-разному, потому что знает их характер, их натуру. Вы знаете, он хорошо знает их, и потому ведет себя по-разному относительно того, что им нужно. Вот так и тут. Этот пастырь, он знает каждую овцу по имени, он знает характер каждой из них, и он зовет их на основании того, кто они, каковы они, как они смотрят на вещи, как не смотрят, каковы их склонности. Итак, Мессия очень хорошо знает нас, и он зовет нас на основании того, что нам надо слышать, на основании того, кто мы есть. Иначе говоря, вот что тут сказано. Есть личное отношение и знание у пастыря, каждый из овец. И это знание коренится в любви. Почему? Это занимает у него время. Когда не пастырь, а наемник, и мы поговорим скоро о наемнике, наемник не знает овец по имени, он не познакомился с ними, он не знает их склонностей, не знает, как охранять их и надлежащим образом смотреть за ними. Да и на самом деле, у него нет такого желания. Он просто помогает пастырю и делает для овец то, что говорит ему пастырь. Но он связан с пастырем, а не с овцами, но пастырь поступает не так. Читаем дальше. Здесь сказано. И он зовет своих овец по имени. И что он делает? Он ведет их. И вот принцип. Мессия есть пастух. И что он хочет делать? Что ж, он призывает нас к тому, чтобы мы следовали за ним. Но вот проблема. Вы знаете, овцы следуют за ним. Но зачастую ученики не делают этого. Мы, которые говорим, о, я люблю Иешуа, он мой спаситель. Я поклоняюсь ему, он мой бог. Он для меня все. Но при этом мы не хотим быть вводимыми им. На самом деле, мы хотим отдавать ему приказы о том, как мы хотим, чтобы проходила наша жизнь. Мы хотим вести себя сами и хотим, чтобы он следовал нашим планам. Но это нелепость. Ведет пастырь, а не овцы. Итак, здесь подчеркнуто, что он зовет их по имени. Он хорошо знает их, чтобы хорошо вести их. Он ведет их. И всегда, когда он выводит овец своих, что он делает? Он выводит их из двора овчего на пастбище. И это для того, чтобы они ели, пили и освежались. Почему я это говорю? Что ж, вспомните Великий 22-й Псалом. Там сказано, что Господь пастырь наш. И вот здесь мы видим связь с тем псалмом. Яшуа наш пастух и Бог наш пастух. Один и тот же. Нам необходимо видеть, что в Писании снова и снова делается акцент на Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Трое в одном и один в трех. Мы говорим здесь о том, что он выводит их. Вспомните, как говорит Писание. Он водит их к водам тихим. Он выводит их и зовет их и покоит их на зеленых пастбищах. Он выводит их. И что он делает? Идет перед ними. И вот к какому выводу мы приходим. Если мы не будем следовать за ним, то не найдем эти воды, эти воды тихие. Не так давно я говорил с одним человеком, и он рассказал мне о том, как овцы заходят в воду. И иногда они пьют столько воды, что выбраться сами не могут. Сильно желая напиться, они иногда заходят в очень опасное место, где бурное течение. И что происходит? Они входят в воду, не могут выбраться оттуда, и погибают. Так что если овец ведут к тихим водам, кто приводит их туда? Пастырь добрый. Тот, кто знает овцу, знает ее нужды и приводит ее туда. Иногда нам нужен покой. И кто приведет нас в спокойное место, на зеленые пастбища, где мы сможем возлечь? Пастух. Но не на любое пастбище, ведь оно может быть зеленым, но не безопасным. Так что нам надо быть на пастбищах безопасных, где нет волка, скрывающегося там. Итак, пастырь. Здесь подчеркивается, что он выводит нас и идет впереди нас. Он становится между нами и любой угрозой и опасностью. Он идет впереди овец, и тут сказано, что овцы за ним идут, потому что знают голос его. Итак, в этом месте Писания мы снова и снова видим, что акцент делается на том, что овцы могут различать голос пастыря. Мы говорили об этом несколько недель назад. Если человек желает исполнять волю Божью, понимает свою цель, понимает, для чего он был послан в этот мир, чтобы прославлять Бога, если это наша цель, если этого мы желаем, то что будет? Эти две вещи, желание прославлять Бога и желание быть задействованным им, результатом этого будет то, что нам будет дан дар развлечения. Мы будем знать, что от Иешуа, а что нет. Вот почему здесь и говорится? Потому что знают голос его. За другим, то есть за чужим, здесь сказано, за чужим же не идут. И в греческом тексте использовано двойное отрицание. В греческом тексте двойное отрицание не отменяет отрицательное утверждение, делая его положительным. Нет, но усиливает отрицание. Акцентирует его. Итак, здесь сказано, за чужим же нет, не идут. В значении они никогда не пойдут за чужим. Но что они делают? Но бегут от него. И вот очень важная истина. Когда не говорят истину, не говорят библейскую истину, когда вы приходите куда-то поклониться Богу, что-то узнать, вы должны быть способны различать, верно ли это, верно ли то, что вы слышите с точки зрения Писания, или нет. Говорит ли проповедующий под помазанием водительством и просвещением Духа Святого? Если же нет, что вам надо делать? Бежать из того места. Вот какая есть проблема. Я знаю многих людей, которые ходят в свои собрания по разным другим причинам. О, нам нравится их программа, нам это удобно. По той причине, другой и третий. Но не для того, чтобы получать здоровую пищу Слова Божьего. Если вы не слышите в проповеди голоса Божьего, что вам надо делать? Уходить, бежать. Тут использовано впечатляющее слово. Но бегут от него. Посмотрите следующую часть. Потому что не знают чужих, чужого голоса. Шестой стих. Сию притчу. В большинстве Библии использовано слово притча. Но здесь не использовано греческое слово, которое обычно применяется в значении притча. Оно больше ассоциируется со словом пословица. Есть книга пословиц. И не каждая пословица притча. Слово пословица происходит от еврейского слова. К примеру, книга притч или пословиц называется Сефир Мишлей. От слова Машаль. А Машаль значит пример. Но понятно, что слово Машаль это слово, от которого в еврейском языке образован термин Мемшала, правительство. Таким образом, Машаль это пример, который должен управлять нашей жизнью. Истина этого примера должна управлять нашей жизнью. Так что, когда Иешуа говорит им, я рассказываю им притчу, то имеется в виду то, что должно управлять жизнью. Это простое учение, через данный пример, может изменить нашу жизнь невероятным образом. Эти простые вещи зачастую приносят мощный результат в том, кто мы и кем мы становимся. Итак, посмотрите снова. Мы читаем здесь. Этот пример рассказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. То есть, это так просто, но у них нет развлечения. Так что происходит? Что ж, перейдем к седьмому стиху. Итак, поскольку они не поняли, мы читаем в седьмом стихе. И так опять Иисус сказал им, аминь, аминь. Что значит истинно, истинно говорю вам. И вот тут изменение. Он представит себя еще одним образом. Каким же? Внимательно посмотрите текст. Он говорит здесь, я есмь. Еще одно известное место. Мы говорили о том, что в Евангелии от Иоанна, он говорит о себе, как о великом я есмь. Я есмь хлеб жизни. Я есмь жизнь. Я есмь путь. Я есмь пастырь добрый. Вот он снова говорит это. И это очень важно, но прежде всего, заметьте, он говорит, я есмь дверь овцам. И вот о чем он говорит. Он возвращается к началу. Помните, он начал с того, что сказал. Он заводит их во двор и выводит из него. Куда он их заводит? Во двор овчий. А что это? Безопасное место. Когда что-то происходит, и овцам грозит опасность. Что тогда? Пастырь зовет овец, и они понимают, что настало время идти во двор. Грозит опасность. А во дворе безопасно. Почему? Потому что пастух пойдет перед ними и поведет их. О чем еще он говорит? Я есмь дверь. Почему это важно? Потому что ни одна овца не войдет во двор, как только через него. Он не допустит, чтобы во двор вошла не та овца. Он не пропустит волка. И заметьте, что он говорит. Я есмь дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть, говорит он, воры и разбойники. То есть, он указывает на тех лидеров, что приходили до него, и у них не было правильной мотивации. Почему он так говорит? Вспомните, к чему мы движемся. Через несколько минут он скажет, я есмь пастырь добрый. И это не новое откровение. О чем это? Здесь сказано с точки зрения пророчества. Посмотрите книгу Иезекииля, 34 главу. Там мы находим, что говорит Мессия. Говорит пророк от имени Мессии. Я есмь пастырь добрый. И дальше он говорит о плохих пастырях. А что делают эти плохие пастыри? Они обирают овец, стригут их, пожирают их. Они думают только лишь о себе. Так что в этом примере, если вы не знаете этого пророчества, вы упустите, как толковать это местописание. Когда он говорит, все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. То есть он говорит, что лидеры, руководители, они не заботились о народе. Они использовали свою руководящую позицию, чтобы извлекать выгоду от людей. Об этом он предупреждает их и говорит, что он другой. Итак, он говорит в этом месте Писания. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот что? Спасется. Очень важно. Здесь мы видим концепцию спасения. В этой конструкции спасение использовано в пассивном значении. Необходимо, чтобы вас спасли. Вы не можете спасти себя сами. Вы не можете войти во двор овчий, если не пройдете через дверь, через Мессию. И в одном смысле здесь есть изменение, что двор овчий ассоциируется с Царством Божьим. Вы не можете войти в Царство. Вы не можете быть спасенным, не пройдя через дверь. Вы не можете иметь спасения, не можете иметь надежды царства, если не пройдете через Иешуа. Он есть путь, он есть вход в царство Божье. Итак, он говорит здесь, я есмь дверь, кто войдет мною, то есть через него, тот спасется и войдет и выйдет и пажить найдет. Это важно, потому что пастбище, это место, что там получают овцы? Воду и траву, они там получают жизнь. Так что он говорит, я приведу вас в царство, и там у вас будет пажить, там вы будете иметь все необходимое для жизни, и скоро мы это увидим, для конкретной жизни, жизни, царства. Все это имеет цель. Какую цель? Мотивировать нас, научить, что мы можем иметь, и иметь это мы можем только через Мессию и Иешуа. Так что он говорит, и пажить найдет. Он говорит, но вор, для чего приходит вор? Приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Слово убить, это слово жертва. И многие комментаторы указывают на необычность факта нахождения этого слова здесь. Он говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И слово здесь означает принести в жертву. И это говорит нам о чем-то. Когда мы следуем за чьим-то учением, которое не укоренено в Писании, не основано на Иешуа, что происходит? Что ж, такое учение приносит смерть, и это как жертва, жертва врагу. Жертва сатане. Такие учителя стараются принести нас в жертву сатане, а не привести к живому Богу. Итак, он говорит, все другие приходят, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. Имели ее каким образом? Что ж, здесь использована фраза «и имели с избытком». Но слово здесь означает постоянное преумножение. И это важно. Когда мы читаем это местописание, Иешуа говорит, я пришел, и без меня у вас не может быть жизни, и у вас не будет постоянно преумножающейся жизни. О чем он здесь говорит? Что ж, мы упоминали о том, что термин жизнь ассоциирован с царством. И вот он обещает нам, что мы будем возрастать в опыте царства. Мы будем понимать истину царства все лучше и лучше, и мы будем более приготовленными. И мы хорошо подготовимся. Каким образом? Вспомните, что Иешуа говорил в своих учениях ранее. В пятой главе Евангелия от Матфея, когда он произносил Нагорную проповедь, он заметил, вы не просто хотите оказаться в царстве. Он говорит, если вы мудры, то захотите ли вы быть малейшим в царстве? Абсолютно нет. Нет. Он говорит, вы захотите быть великим в царстве Божьем. А чтобы быть великим в царстве Божьем, вам необходимо понять истину царства во время этой жизни, в этом веке. И вот что он говорит, только через меня вы можете иметь возрастающий опыт царства, будучи способными различать все и то, как это относится к будущему, как это будет связано с царством. И он, источник этого. Он начало, поэтому он и говорит, я есть им дверь. Итак, посмотрите снова. Он говорит, все те, кто приходили прежде меня, все эти духовные лидеры, он говорит, они приходили, чтобы украсть, убить и погубить. Но я пришел для того, пришел с целью. Слова для того, значит с целью, для того, чтобы вы имели жизнь. И он говорит, имели ее так, чтобы она постоянно приумножалась. Вот почему, когда мы следуем за Мессией и отдаем Ему себя полностью, ничто не удерживая, решив исполнять только Его волю, вот тогда мы на самом деле будем иметь жизнь. А без этого опыта, знаете что? Мы будем в унынии. У нас не будет внутреннего довольства. В нашей жизни не будет правильной цели. И следовательно, как я часто говорю, мы будем в разочаровании, в замешательстве. Будем гоняться за разными вещами, думая, это сделает меня счастливым. Это даст мне смысл. Это даст мне удовлетворение в жизни. Но они не дадут. Все эти вещи, когда мы не следуем за Иешуа, приведут нас к следованию за плохими пастухами, за теми, что приходили прежде, за лидерами, у которых одна цель – погубить нас. Итак, Иешуа пришел для того, чтобы мы имели жизнь с избытком. Так позвольте спросить вас, почему бы не начать изучать Слово Божье каждый день? Начните молиться серьезно несколько раз в день, говоря Богу. Направляй меня, веди меня, будь моим добрым пастырем. Веди меня туда, где ты хочешь, чтобы я был. Обеспечивай меня тем, что ты хочешь, чтобы я имел. Только тогда, когда мы будем жить так, наша жизнь изменится, и мы обретем мир, превосходящий всякое понимание. Время передачи закончилось. Пусть Бог обильно благословит вас в то время, как вы следуете руководству Господа в вашей жизни. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем Мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.